Приветствую, дорогие друзья! Вы смотрите канал K-English Практика. С вами Елена Викторовна Вагниста. Вы попали в разбор английских текстов уровня pre-intermediate или low-intermediate. То есть это подготовительный средний уровень. Тексты у нас не очень сложные, но в то же время используют уже все времена. У нас довольно-таки хороший словарный запас здесь используется. И тексты небольшие, как видите, по объему. Что нас здесь интересует? В первую очередь мы текст слушаем. У нас есть начитка диктора-носителя языка с американским акцентом. Далее мы разбираем все самое сложное, что есть в данном тексте. И в конце вы готовы еще раз прослушать этот текст уже с полным пониманием дела. Давайте прослушаем текст. Тут у нас интересная семейная драма разразилась. Слушаем. Отлично, а теперь давайте прочитаем, переведем текст. Шэрон Картер хотела записаться на курс гончарного мастерства. Кстати, Поттер, всем знаменитый Гарри Поттер, он на самом деле Гарри Гончар, если вот переводить. Возможно, там какая-то, опять же, я знаю, Джоан Роулинг специально делала эти говорящие фамилии, имена, и, возможно, какая-то тоже в этом есть штука. Кто читал и хорошо помнит, я читала, но крайне давно. Как вы думаете, может ли быть подноготная, что Гарри именно вот неспроста получил фамилию Гончар, или Гончаров, если хотите, вот на русский манер. Итак, Sharon Carter wanted to take a pottery class. Шэрон Картер хотела пойти на курс гончарного мастерства. She didn't want to go alone. Она не хотела идти одна. She invited her husband to go with her. Она пригласила с собой мужа. I don't want to do that, said Mr. Carter. Не хочу этого делать, сказал Mr. Carter. Pottery is for girls. Гончарное мастерство – это для девчонок. This made Sharon very angry. Это ужасно рассердило Шэрон. She could not believe he said that. Она поверить не могла, что он так сказал. That's a sexist thing to say, yelled Шэрон. Это сексизм говорить так, закричала Шэрон. She argued with him for hours. Она с ним часами ссорилась. Mr. Carter was tired of fighting. Mr. Carter устал ругаться. He agreed to go just to shut Sharon up. Он согласился пойти, просто чтобы ей рот закрыть. The first, their first class went very well. Ну, их первое занятие прошло отлично. Mr. Carter was really good at making pots. У мистера Картера отлично получалось делать горшочки. The instructors loved him. Инструктора, то есть учителя, были им очень довольны. You are very talented, they all said. Вы очень талантливы, они сказали. Mr. Carter went to pottery class every week after that. He loved it. Mr. Carter после этого ходил на гончарные занятия каждую неделю. Ему это очень понравилось. Вот так вот в жизни действительно бывает нередко, что не хочешь что-то делать, и кажется, это глупостью, или как-то это странно выглядит, или что, потом попробуешь и не оторвать, да. Сколько раз такое было? А было ли такое у вас, друзья мои? Обязательно пишите в комментариях. Ну что ж, работаем с текстом. Видим, что это пересказ истории. Мы используем для этого как основу время past sample. И это самое типичное время для того, чтобы рассказывать истории и пересказывать какие-то события. Все глаголы, так как у нас утверждение в основном, да, будут стоять во второй форме глагола. Например, wanted или invited. Но так как у нас есть еще и отрицание, то помним, что здесь работает немного другой принцип. За время уже начинает отвечать вспомогательный глагол did, который стоит вместе с not, didn't. А само действие стоит в начальной форме и времени не передает. Ну что ж, поехали. Sharon Carter wanted to take a pottery class. Когда мы хотим пойти на занятие чего-то там, we want to take что-то там class. We want to take this class. Ну в данном случае class это не класс, а занятие. Take a class это проходить какой-то учебный курс. А курс чего вы укажете перед словом class. A pottery class в данном случае. И видим, что у нас здесь два глагола подряд. Помним, что после want, следующий идущий глагол, и часто он у нас тут помещается, даем через to infinitive. Want to take, wanted to take. Sharon Carter wanted to take a pottery class. Sharon Carter хотела пойти на занятия по гончарному мастерству. She didn't want to go alone. Она не хотела идти одна. Но очень часто, да, когда мы что-то пробуем в первый раз, хочется компании, да, и вполне я понимаю себе. Sharon Carter и кого ж позовёшь, да, все подружки заняты, у каждой своя собственная жизнь. Мужа, конечно, кого ж ещё? She didn't want to go alone. Мы видим, что у нас снова связка want плюс to плюс infinitive. Want to go. She didn't want to go. Первый глагол в такой связке, как правило, выражает время. Второй глагол, это ту инфинитив, времени не выражает. Alone – один в одиночестве. She didn't want to go alone. She invited her husband to go with her. Она пригласила мужа, чтобы пойти с ней. Здесь у нас также два глагола в цепочке. Invited to go. Но у нас эта цепочка немножечко как бы раздвигается объектом. То есть действием или предметом. Не действием, да, конечно, предметом. Предметом, на которое направлено первое действие. Она пригласила... Мистер Картер, конечно, это не предмет, это объект, да, человек. То есть мы приглашаем кого? На что направлено приглашение? На кого направлено приглашение? На мужа. She invited her husband. Она пригласила мужа. И дальше уже действие в ту инфинитиве, оно уже связано не с ней, а с её мужем. She invited her husband to go with her. Она пригласила мистера Картера, то есть своего мужа, пойти с ней. Теперь у нас, смотрите, кавычки, друзья. Мы, я вам уже много раз говорила, что когда у нас в кавычках идёт прямая речь, мы отходим от past simple, от основы, и можем использовать абсолютно любые времена. Это вот цитата, как она есть, без какой-то адаптации по временам. Но мы должны, конечно, поставить здесь тогда кавычки. I don't want to do that, said Mr. Carter. Не хочу я этого делать, сказал Mr. Carter. Мы снова видим want в связке с ту инфинитивом, но теперь оно уже стоит во времени present simple, потому что он сейчас не хочет этого делать. И обращаю ваше внимание, что глагол want не используется во временах continuous, то есть там есть, конечно, супер-супер редкие оговорки, и мы не будем смотреть на эти 1% случаев в базовом, скажем так, значении, в базовой ситуации. Если мы сейчас чего-то не хотим делать, мы всё равно говорим I don't want, а не I am not wanting. I don't want to do that. Я не хочу этого делать. Опять же, want, ту инфинитив, ту-ду, said Mr. Carter. Pottery is for girls. Гончарное дело – это для девочек, для девчонок. Pottery – гончарное дело, ну то есть когда вы из глины лепите на гончарном кругу какие-то, в общем, изделия. Можно лепить всё, что угодно, да, статуэтки даже можно всякие делать. Вот такой вид ремесла называется в английском языке pottery. И есть, кстати, слово pot, которое до сих пор используется в современном английском языке, хотя слово pottery – это уже просто как, ну такое экзотическое, я бы даже сказала, занятие, а вот pot, как посудина, причём, скорее всего, это имеется в виду глиняная посудина, используется довольно-таки часто. So, pottery is for girls. Гончарное дело – это для девочек, для девчонок. Ну, то есть он её в какой-то степени обидел, мол, я не девчонка, а ты глупая девчонка. This made Sharon very angry. И это очень разозлило Шерон. Смотрите, как устроена фраза. Дословный перевод – это сделала Шерон очень злой. Что мы здесь видим? Мы видим здесь глагол make в значении заставлять кого-то делать что-то. Но здесь на самом деле действия у нас нет. Angry – это уже какой? Злой. Ну, то есть это её заставило быть злой. This made her feel angry. В принципе, ну, оно здесь выпадает, да, вот это слово feel, ощущение, да, состояние, оно здесь выпало, но оно подразумевается. В общем, это заставило Шерон разозлиться. Глагол make не всегда переводится как делать. Make может также переводиться и как заставлять. Обратите внимание. This made Sharon very angry. She could not believe he said that. Она с трудом могла поверить, что он так сказал. Или она не могла поверить, что он так сказал. Модальный глагол could. Любимый нами модальный глагол, который в прошлом означает возможность что-то сделать. Так, у нас отрицательная форма couldn't, could not. Мы здесь даём отдельно could и not, но мы можем их соединить, слить в одно слово. И она не могла, значит, что-то сделать в прошлом. Опять же, could согласуется по временам. И он также вместе с инфинитивом обозначает прошлое. То есть, действие было в прошлом. She couldn't believe that he said what he said. Она не могла поверить, было верить. И теперь во что именно она верит? He said that. Что он сказал так. После глаголов мнения, think, believe, need, там, я не знаю, know и так далее. После этих глаголов очень часто сразу идёт мысль, в которую мы верим, в которую мы думаем или там информацию, которую мы знаем. Она присоединяется в английском языке по правилам that clause, но интересная штука, в разговорной речи that выпадает. Но при этом согласование по временам, конечно, должно быть. То есть, если здесь прошлое couldn't, то и дальше также должно быть прошлое said. She could not believe he said that. Ну и пауза, естественно, должна также в речи тут присутствовать. That's a sexist thing to say. Это сексистски так говорить. Итак, кто, может быть, не знает, sexist, смотрите, давайте оттолкнёмся от слова sex. Это не всегда sex. Sex – это также и пол, мужской или женский. И вот есть такое понятие как sexism, когда есть как бы мужская точка зрения, которая доминирует над женской точкой зрения. И если мы образуем от этого прилагательное sexist, that's a sexist thing, ну как бы sexist прилагательное, то это как бы сексистское мнение. То есть, мол, тебе, мужику, как будто бы лучше видно, как оно на самом деле. То есть, когда так говорят, то имеется в виду, что мнение мужчины – это мнение свысока, и оно унижает женщину. Ну то есть, как бы контекст такой. Sexist. Это не sexy, обратите внимание, это sexist. Потому что sexy – это сексуально, красиво, привлекательно. That's a sexist thing to say, yelled Sharon. Ну это по-сексистски так говорить, закричала Шэрон. Ел кричать. То есть, когда яростно отвечаешь что-то в ответ. She argued with him for hours. Анна с ним ругалась часами. Argue – ругаться, спорить с кем-то. Ну в основном как бы ссориться, ругаться. Argue – опять же, глагол в прошлом. She argued with him for hours. Four hours имеется в виду много-много времени, часами. Обратите внимание, что когда мы указываем длительность, как долго относительно прошлого, в данном случае, вот у нас ситуация four hours, нам не нужно использовать какие-то сложные past времена, нам достаточно past simple. Это нормально. То есть, argued – здесь стоит на своем месте, здесь не надо использовать более сложные времена. She argued with him for hours. Mr. Carter was tired of fighting. Мистер Картер устал ругаться, устал ссориться. Итак, be tired of something – уставать от чего-то. Tired – это уставший. Ну и, соответственно, was tired – он устал. По-английски стал уставшим, по-русски у нас есть глагол – устал. Но в английском языке tired – это прилагательное. Если вы хотите сказать, от чего человек устал, даете предлог of – вот он здесь есть. И причина, от чего вы устаете. I'm tired of something. И обратите внимание, что если у вас причина образована от глагола, то обязательно здесь должен стоять глагол в форме ing, как здесь fighting. И обращаю внимание, что fight – это не биться, не бились мистер Картер со своей женой, потому что она в любом случае проиграла. У них как бы была такая вот батл умов, да, своеобразный. И fight – это сильно ссориться. То есть, когда when a man and a woman fight, то они просто очень сильно ссорятся. He agreed to go just to shop Sharon up. Shut Sharon up. Он согласился пойти, просто чтобы ей рот закрыть. Итак, здесь у нас снова есть to infinitive. Первый глагол agree, потом to, потом infinitive. Ситуация абсолютно та же, что wanted to take, agreed to go. Два глагола в цепочке, между ними частица to – это в наиболее типичный случай. He agreed to go. Он согласился идти. Теперь зачем? Для какой цели? Слово just, слово parazit. Давайте не будем на него смотреть. Нас интересуют по структуре. To shut Sharon up. То есть, too shut. Здесь мы снова видим infinitive, но здесь он уже играет другую роль. В данном случае он объясняет причину, почему мистер Картер согласился идти. Why? What's the reason? To shut Sharon up. Чтобы закрыть Sharon рот. Shut up – это закрой рот. На самом деле это ругательство. Это как заткнуть пасть. Ну, то есть, не очень хорошо звучит. Ну, типа, окей в современном английском, но я бы была аккуратнее с данным выражением и не сказала бы никому shut up, потому что это будет звучать реально очень грубо. Не стоит так говорить. И смотрите, если вы хотите закрыть кому-то рот, you shut this person up. То есть, как бы вот так вот схлопываете его. So, he agreed to go just to shut Sharon up. Почему я говорю just to shut? Давайте ещё раз. He agreed to go just to shut Sharon up. Okay, that's better. Their first class went very well. Их первое занятие прошло отлично, очень хорошо. Go well – пройти хорошо. Ну, go, соответственно, в прошлом. И class – это, опять же, не класс, а занятие. Their first class – их первое занятие. Went very well. Прошло очень хорошо. Обратите внимание, что здесь у нас будет сочетание мягких в и твёрдого в. Went very well. То есть, не надо всё говорить went very well или went very well. Так тоже не должно быть. Went very well. Mr. Carter was really good at making pots. У мистера Картера отлично получалось делать горшочки. Помню выражение be good at something. Когда у вас хорошо что-то получается. Be будет меняться по временам. Потом, если у вас это получается, you're good at it. И обращаю внимание, что если после at, после предлога, точно так же, как после tired of, после предлога, если дальше у нас слово образовано от глагола, то это всегда глагол в инговой форме. Потому что инг-верб, то есть герундий, появляется после предлога. So he was good at making pots. У него хорошо получалось делать горшки. По-английски он был хорош в делании горшков. Это дословный перевод, он нам неудобен. И пот, вот оно слово, уже о нём говорили. The instructors loved him. Инструкторам он понравился. То есть учителя были от него в восторге. Love в данном случае, это не значит, что они его полюбили. Это слово, которое показывает как бы сильный восторг по поводу чего-то. То есть instructor, инструктор, смотрите. В английском языке instructor это тот, кто вам даёт инструкции для выполнения. А вы уже делаете сами. Почему поэтому у нас слово инструктор, например, по вождению прилипло? Потому что инструктор за вас машину не водит. Правда? Вы водите сами. А он рядом сидит и говорит вам, делай так, нажимай такую-то педаль и там едь туда. То есть он вас инструктирует, даёт вам словесные инструкции, а вы уже дальше должны действия делать сами. Вот также здесь учителя, они не делали за вас. Они вам просто говорили, как делать, а вы делали сами. То есть учителям он очень сильно понравился. То есть они его, они же в него влюбились. Вот так вот. И чего в тебя такой влюблённый, да? Вот что они сказали. You are very talented, they all said. Вы очень талантливы. Они все сказали. Видимо, их была большая группа, да, этих инструкторов. Не знаю. И мистер Картер стал ходить на гончарные занятия каждую неделю после этого. Ему понравилось. Вот так. Надо было всего лишь его похвалить, да? Pottery class ещё раз. Ну, не знаю. Тут всё просто. По-моему, очень простой текст. Что у нас здесь? У нас здесь много раз повторилась связка. Первый глагол to infinitive. Wanted to take. С глаголом want мы вообще видели много модификаций. Мы увидели утверждение для past simple. Wanted to take. Мы увидели отрицание для past simple. Didn't want to go. Мы увидели отрицание present simple. I don't want to do. То есть несколько раз. Также ту инфинитив у нас появлялся. She argued. Нет, не здесь. Он у нас появлялся. She agreed to go. Кстати, argue и agree. Прямо вот их специально поставили рядышком. Многие люди путают данные слова, потому что и то абракадабра, и то абракадабра. Ну, давайте не путаться. I agree. Agree. Согласен. We argued. Мы ссорились. То есть сразу что-то неприятное. Попробуйте себе представить, чтобы у вас была ассоциация с argue. Мне вот кажется, как будто огрызается кто-то. They argue. Да, ссорятся и огрызаются. Просто такая ассоциация. Возможно, она вам поможет немножко как-то связать это слово с чем-то, с какой-то эмоцией. Ну и что? Мне кажется, текст простой. Давайте просто прочитаем его еще раз. Сейчас я буду читать не просто так, а по особой методике. Я буду после каждого предложения оставлять паузу. Ваша задача в этих паузах. Первое. Повторяйте за мной вслух. Второе. Кто тренирует нам письма, пишите диктант. Текст настолько простой, что диктант здесь будет писать легко. Предложения очень короткие. И поэтому, кто хочет, берите листики бумаги, ручки, видео на паузу, потом начинайте писать под диктовку. А я задиктовываю. Sharon Carter wanted to take a pottery class. She didn't want to go alone. She invited her husband to go with her. I don't want to do that, said Mr. Carter. Potteries for girls. This made Sharon very angry. She could not believe he said that. That's a sexy thing to say, yelled Sharon. She argued with him for hours. Mr. Carter was tired of fighting. He agreed to go just to shut Sharon up. Their first class went very well. Mr. Carter was really good at making pots. The instructors loved him. You are very talented, they all said. Mr. Carter went to pottery class every week after that. Mr. Carter went to pottery class every week after that. He loved it. Мне уже дали обратную связь о том, что да, действительно крайне эффективно. Итак, на русском слайде вы видите текст тот же самый. Ваша задача теперь уже по памяти, с опорой на то, что мы разобрали, сделать обратный перевод на английский. Самое, конечно, лучшее это делать перевод вслух. Засеките время, старайтесь говорить достаточно быстро, без огромных пауз. Но вначале может не получиться, постепенно получится. И задание номер два. Вам нужно сделать письменный перевод и свериться. Все, что не сошлось, подчеркните, подумайте. Это может быть перефраз, а может быть и ошибка. Следите за предлогами, за артиклями, за неправильными глаголами. И еще раз слушаем наш текст. Если урок вам понравился, жмите лайк. Если вы хотите видеть новые уроки в данном плейлисте, жмите лайк. И также все ваши вопросы, пожелания оставляйте в комментариях. Все комментарии я читаю. Для вас занятие провела Елена Викторовна Вагнистая. Канал OK English Practic. Один из трех моих каналов. И до скорой встречи в новых уроках. See you later. Bye. Ягод Шарин. She argued with him for hours. Mr. Carter was tired of fighting. He agreed to go just to shut Шарин up. Their first class went very well. Mr. Carter was really good at making pots. The instructors loved him. You are very talented, they all said. Mr. Carter went to pottery class every week after that. He loved it.